Мы приближаемся к перекрестку с улицей Дуси-Ковальчук. На Дуси-Ковальчук мы повернем направо, а потом с использованием трамвайных путей попутного направления я выполню разворот и остановку на улице Дуси-Ковальчук, но в противоположном направлении. Вот такой интересный маршрут у нас будет. Знак 3.27 остановка запрещена, действует с места установки и действует до ближайшего перекрестка, до конца населенного функта, ну либо до знака 3.31, который отменяет ранее введенные знаки. Но в нашей ситуации он будет действовать до перекрестка, то есть везде здесь остановку и, соответственно, стоянку сделать будет нельзя. Я знаю, что перед моим перекрестком, на котором я буду выполнять поворот направо с Дуси-Ковальчук, светофор работает, поэтому перекресток регулируемый. Я знаю, что там установлены очень интересные дорожные знаки направления движения по полосам. И, если я не ошибаюсь, они мне будут разрешать повернуть направо не с правой, а со второй полосы. Для чего это сделано? Во-первых, вот смотрите, если я знаю, что потом я буду выполнять разворот, то мне, конечно, лучше повернуть направо со второй полосы, для того, чтобы оказаться на средней, либо на левой, да, в зависимости от количества полос. Уйти еще от одного ненужного перестроения. Если мне нужно просто повернуть направо и продолжить движение прямо, то я могу выбрать любую. Я могу и с правой, как знак разрешает, и как классическое правило, могу с левой, если знак, опять же, разрешает. Вот. Но мне бы, конечно, хотелось сейчас занять вторую полосу, потому что для моего разворота это будет намного удобнее. Знаков на растяжке нету, они установлены с правой стороны, и я считаю, что это очень неудобно, очень неудобно для водителей, которые плохо знают эту дорожную ситуацию. Действительно, большой, крупногабаритный транспорт может просто закрыть эти знаки, и водитель их не увидит. Не потому, что он плохой водитель, нет, а потому что просто, вот понимаете, в такое стечение обстоятельств, секундное. Он закрыл, вы только его проехали, он знаки открыл, а вы уже их проехали, вы их уже не видите. Ну или даже вот сейчас мне полностью обзор закрывает впереди стоящий автомобиль. Я не вижу эти знаки, просто я точно знаю, что они там есть. И сейчас мы их посмотрим. Поэтому очень удобно, когда знаки направления движения по полосам дублируются сверху над полосами, над проезжей частью. А вот они и знаки. Нет, кстати, я ошибла, здесь повернуть направо можно только с крайней правой полосы. Причем, смотрите, крайняя правая полоса, вот у нас сейчас сколько? Две полосы. А на знаки, посмотрите, стрелочек три, потому что будет сейчас начало еще одной новой полосы, крайней правой полосы. Конечно же, должен появиться знак начала полосы, которого нет. Я включила поворотник, выполнила перестроение на крайнюю правую. Только с этой полосы буду выполнять поворот направо. Очень интересный светофор. Поворот направо будет регулироваться дополнительной секцией. Сейчас она выключена. Скорее всего, она включится одновременно с основным красным, поэтому я могу повернуть направо, но уступлю дорогу всем, кто двигается по основному зеленому. Может быть, она включится с основным зеленым. Наверное, на видео будет не видно, но на светофоре есть контурная стрелочка. На основном сигнале светофора поворот налево, то есть можно повернуть только налево. Ну, либо выполнить разворот движения в обратном направлении. По малому радиусу, сразу говорю. Очень часто спрашивают, по какому радиусу здесь разворачиваться. До рельса, либо после. По малому радиусу здесь разворачиваться будет безопаснее и удобнее. И быстрее. Загорелся. Смотрим, с кем у нас пересечения. Пересечения у нас с теми, кто справа. Если они будут разворачиваться, я бы их пропустила. Так, завершаю на крайнюю правую. Это вот так. Затем, включая левый указатель поворота, выполняю перестроение сразу на левую полосу. Продолжение следует...